Вещи из разных вселенных, кроме некоторых случаев вроде профессионала, он выходил всегда победителем, и, конечно, ему все подражали. Подражали, обожали, даже не представляя, как на последнем дыхании он импровизировал Гадара. Печаль — это глупость. Я выбираю небытие. Каким оглушительным был его дуэт с Жаном Габеном. Если за идиотизм не будут приплачивать из социального страхования, вы плохо кончите. Тот Бельмондон остался эстетом. На наших афишах были детективы и комедии с бесшабашным, отчаянным, дерзким и чертовски обаятельным артистом. В 1976-м наш кинопрокат впервые закупает фильмы с французской кинозвездой. Знакомство с Бельмондон. Советский зритель начинает сразу с «Великолепного», смотрит эту пародийную историю на полном серьезе с первого взгляда, влюбляясь в супергероя. «Великолепного» подредактировали. Злодей Карпов превратился в Карп Штофа. Красотка Татьяна в Диану. А страну Албанию на всякий случай переименовали в Алвазию. Диана, вы, к несчастью, видите перед собой самое подлое существо на свете. Полковник Карп Штоф, начальник секретной службы разведки государства Алвазия. Дебютировал в «Союзе». В озвучке Шурика Александра Демьяненко еще за Бельмондо говорил «Юрский». Но в самое яблочко попал, конечно, Караченцев. Равно великие Петрович и Жан-Поль. В такую ерунду приглашать профессионалам и его классам. В Москве, например, на улице люди со мной заговаривают, дарят мне цветы. Я предпочитаю быть актером для публики. Я очень рад этому. Это 89-й. Он впервые в Москве. Градус народной любви поднимается до высочайшей отметки. Про Бельмондо слагают анекдоты. Заклятый друг Ален Делон удостоился у нас только песни. Я никогда не беру долю со своего друга. Вопрос принципа. Без достойного соперника не бывает и победителя. И если Делон покорял безупречной красотой, то Бельмондо неотразимой улыбкой бунтаря. Звезд рассорил Барсалина. Делон был продюсером, его имя на афише появилось дважды, Бельмондо остался недоволен, подал в суд и выиграл. А потом и вовсе основал собственную кинокомпанию, назвал именем бабушки Сирито и сам выбирал режиссеров и сценарии, чтобы приключений было побольше. Готово. Следующий дубль. Я хотел бы быть суперменом, но думаю, никто из нас не супермен. А я как все. Про его трюкачество писала даже советская пресса. Толстую папку с газетными вырезками хранит Госфильмофонд. Газета «Известия» 17 октября 1983 года в рубрике «Курьезы» сообщает, что Бельмондо в свои 52 года выполняет опасные трюки рискуя жизнью. И вот он вышел из самолета на трап, оступился и оказался на больничной койке. К счастью, ушибы были незначительными. Щиколотка просто подвернул. Привлекательным было для советской прессы. О нем писали постоянно, причем писали о фильмах, которые не шли в нашем прокате. Писали даже о театре, куда Бельмондо вернулся, выдержав 23-летнюю паузу после успеха профессионала. Отец спросил его, когда же ты по-настоящему начнешь заниматься делом? Я хочу уйти со сцены до того, как опозорюсь. Вы никогда не играли лучше? Никогда лучше. И каждый его спектакль завершался овацией о том, как Париж аплодировал Бебелю в последний раз Анастасия Попова. В последние годы Жан-Поль Бельмондо часто шутил, что на его похоронах обязательно должен быть вертолет. К нему на стропах нужно подвесить гроб. Из него будет видна лишь его рука, которая будет махать французам и говорить «до свидания». Впрочем, семья все же предпочла более классический вариант. Хотя не сразу дала согласие на проведение церемонии в Доме инвалидов. Хотелось все сделать просто и душевно. И вышло именно так. Командоры Ордена Почетного Легиона на руках несли солдаты Республиканской гвардии. С легендой прощаются президент, политики. Друзей осталось мало. 87-летний Пьер Ришар идет в церковь Сан-Жермен с трудом на костылях. Но разве мог он не быть на отпевании? Мне очень грустно от того, что произошло. Но я рад тому приему, который устроили люди, французы. Посмотрите, они все здесь. У него была такая улыбка. Невозможно иметь такую же. Но это жизнь. Ждали Олены Делона. Антипода в кино и многолетнего товарища. Он нашел в себе силы прийти только на следующий день после национального прощания. В свои 85 тоже с костылем шел медленно, опираясь то на охранника, то на сына Энтони. Об ощущениях сказал лишь по телефону. Я совершенно раздавлен. Я постараюсь не последовать за ним в ближайшие пять часов. Однако было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни. Мы начинали вместе 60 лет назад. Бельмондо слыл хулиганом и задирой. Трижды его исключали из школы. Столько же раз он пытался поступить в Национальную консерваторию драматического искусства, где ему прочили лишь второстепенные роли и амплуа негодяя. Но своей работой он доказал обратное. Он производил впечатление человека бесцеремонного, даже наглого, которому, как говорится, на все наплевать. Но на деле он был большим профессионалом. Он очень хорошо знал свое дело. За день до съемок он работал над текстами и диалогами, понимал персонажей и сцену. Но потом приходил в кепке с футбольным журналом и кип под мышкой. Казался таким небрежным. Это был трудяга с огромным опытом из семьи интеллектуалов. Аристократ, настоящий парижанин и символ всего французского. Бельмондо обожали женщины. Он всегда отвечал взаимностью. И, конечно, любил вкусно поесть. В парижском ресторанчике «Ла Крузери де Лила», где бывали Ленин, Хемингуэй, Клод Манэй, Жан-Поль Сардер, он был частым гостем. Вот его столик. Он приходил обычно с семьей в воскресенье, в обед. Блюда заказывал разные, но у него была одна привычка. Перед едой выпить бокал Порту. Теперь стол пустой. Скучаете? Конечно. Каждое воскресенье будем вспоминать эти обеды с его сестрой, братом и его собачкой, которую он всегда брал с собой. Грустим. Ведь он олицетворял собой французское кино. А ведь мог стать спортсменом, был чемпионом Парижа по боксу, любил футбол, основал знаменитый клуб «Париж Сан-Жермен», увлекался велоспортом и обожал Ролан Гарос. Но именно бокс закалил характер и помог спустя много лет справиться с последствиями инсульта. Злость для меня, по крайней мере, на ринге – это желание победить, которое и пробуждает в вас эту злость. А вне ринга? В жизни это значит держаться, когда тебе плохо, не поддаваться отчаянию и продолжать бороться. Думаю, я научился этому, занимаясь боксом. Все трюки он всегда выполнял сам. Ему нравилось справляться с вызовами. Бежать по крыше поезда, нырять в метро, лететь, стоя на фюзеляже самолета, запрыгивать в несущийся автомобиль, проделывать акробатические кульбиты, свисая с веревочной лестницы, или разбивать машины. Команда фильма «Профессионал» долгое время не могла получить разрешение на съемки автомобильной погони здесь, на Тракадеро. Бельмандо обратился за помощью к отцу, члену Академии изящных искусств. Тот вмешался, и бумагу быстро выдали. Бельмандо сел за руль «Фиата-131» и впустил его вниз. Потом рассказывал, что ехать вниз по лестнице задним ходом на скорости 60 км в час – это так, дело привычки. Профессионал навсегда. И когда на церемонии прощания зазвучала легендарная мелодия Эннио Мориконе, никто не смог сдержать слез. Аплодисментов на его актерскую судьбу хватило сполна. Это 2017-й, премия «Сезар». Бельмандо получал почетную награду. Стоял на сцене, опираясь на палочку. Одинокий, седой, растроганный до слез, сломленный инсультом, но не побежденный. А зал неистовствовал. Я хочу поблагодарить вас за ваши аплодисменты. Они навсегда в моем сердце. Он однажды сказал, что живет для того, чтобы играть. И продолжает играть, когда живет. Неисправимый и великолепный. Профессионал. До последнего дыхания. Полина Ермолаевна.